доброе утро страна здравствуйте вы что-то хотите смотри куда весь ковер туда нам позавтракать чучи давай иди не хочет идти ну давай иди ковер мой ковер у нас газ закончился все два баллона представляете вчера искупалась такая и уже как бы финальный такой у меня момент и думаешь это вода какая-то холодная непонятно надо быстрее убегать душа и все закончился я тут себе завтрак приготовила смотрите какую колбасу стырила у мужа даже не знаю что за колбаса сыр адыгейский я хотела его разогреть как-то но видимо этот сыр не плавится вот так тоже наверное вкусно будет у нас тут еще тоже лампочка перегорела в общем да да надо две лампочки будет купить и чтобы всегда будет свет сказал электрик да так ладно я завтракаю крашусь немножечко и что-нибудь придумаем куда-нибудь пойдем значит меняют тут лампочки оказывается у нас есть лампочки потом правда спросила говорю нехороший или нет и муж говорит а ты чё сама его на типа поставила его а чё сложно что ли вы знаете я когда в россии одна жила я не только лампочки я розетки делала я бы криво у меня плитка такая была там спираль и спираль постоянно перегорала я ее заменяла только так вот я не понимаю что здесь трудного почему некоторые говорят допустим не знаю может быть так кто-то живет там типа это мужская работа это женская работа не вижу ничего трудного тяжелого снять лампочку и закрутить другую поэтому зачем чего-то кого-то ждать когда все можно самой сделать правильно тем более лестница хорошая принцип понят ну что здесь трудно вот я не понимаю женская мужская работа вот чё трудного абсолютно ничего мне кажется пропылесосить намного сложнее зато светом теперь а то ходи тут без света я вспомнила что у меня где-то были лампочки кстати этот свет даже мне больше нравится тут был какой-то не такой я сейчас еще и в эту залезу посмотрю чё тут как действует ножи тут беда но этим светом мы не пользуемся потому что мы пользуемся вот этим вот но все равно у меня когда знаете при подстригаться кто-то ходит или еще что-то то я включаю этот свет вчера чарли увидел вот этот мячик новый который я нашла в море и вот знаете устроил мне в прямом смысле истерику потому что он увидел что я его положила спрятала так он стоял около него вот так вот на задних лапах и я и плакал прям скулил я ему один дала шарик другой мячик нет ему нужен именно вот этот был и и пока вот он его не получил слышите как у меня чучи поет с утра соловей ему купается с утра вообще в этой там в горе холодно как а он там наяривает купается в облине так ладно попробуем вот эту с этой конструкции ой там какие-то шурупы надо отворачивать слушать но тут какие-то шурупы у нас еще шуруп что меня не остановит нет конечно еще какие-то шурупы меня будут останавливать с разберемся я мебель собрала всю доме я не терпеливая я не буду так сидеть ждать когда кто-то что-то сделает я сама всю силу а вот может быть это и плохо ну хотя не знаю чего плохого уметь все делать очумелые ручки я приехала в алькампу во первых я заправилась машина а во вторых я субботу здесь были на распродаже эти орхидеи по 4 евро представляете такие классные я с знакомой выбрала себе даже одну орхидею ну блин их продавали всего до 6 и а я была уже довольно таки поздно и мне ее не продали потому что здесь у нас после 6 только еда а вот уже смотрите а их уже по 8 поставили составляете были по 4 евро в субботу а сейчас по 8 поставили нет 8 сами покупайте я хотела за 4 видно не судьба я хочу сегодня заехать в один магазин цветочный и посмотреть там вот эти вот рождественские сейчас мы это с вами за бац и ну ладно ставите какие в субботу были они по четыре евро орхидеи думали наверное знаете что они не выживут выходные и все они выжили поставили пассейн а мне не продали ну ладно ничего страшного пойдем за другими цветами у нас опять дела нарисовали в салабре не смысл как пусто эта зона где бары рестораны сюда время 4 даже людей нету вообще трындец а на море походу опять что мы рисуется но уже с другой стороны с того сливанты мы идем гулять на наш пляж где мы всегда гуляем чали ну тепло 21 градус смотрите какой интересный пляж если идешь с этой стороны здесь торм сейчас фигащит если вот зоны леванты так вот проходишь угол а здесь штиль но здесь когда оттуда шторм спа не паненты то здесь волны доходят до трех километров километров ну скажу тоже до трех метров поэтому можно купаться буквально угол пройти и все зависимости откуда дует ветер если например паненты здесь волны если леванты там волны этот ресторан классный закрыт кто правда не знает поживем увидим в общем мы сейчас живем от недели до недели поэтому не знаешь нельзя планировать ничего на будущее потому что планы твои порушатся могут на сегодня кстати тоже были такие планы совсем совершенно другие а потом бац и все изменилось и все переменялось и все мои планы порушились ну ладно у нас еще вся жизнь впереди поэтому все может наладиться все перри переиграем переделаем и будет зашибись вот видите там шла ветер такой шел туда вышло ветра нет и хорошо идти сейчас я выйду сюда на набережной там получите тут песку и по гальке вот это неудобно тут вот машина кстати какая-то обпаркованная и все люди возмущаются этому вообще по-моему она застряла что лечо в общем даже фотки какие-то делает потому что это нельзя как вообще он сюда заехал непонятно но видимо видите парень сделал фото отошлет куда-нибудь его либо оштрафуют либо еще что-то потому что еще она тут делает это машины что-то непонятно может быть она ехала ехал и приехала ли что очень странно вы не поверите но опять какая-то собака призвязалась и опять чья-то чарли я здесь не вижу не не людей чтобы это был была где хозяин вообще удивляюсь на людьми как так можно собака ушла куда побежал она где хозяин она с нами уже давно идет вот люди я если свою чарли не вижу как говорится вне зоне доступа то я не знаю истерика начнется а тут никого нет вообще чья это собака это испания детка лошадки цыганча такие вот цыгане да собачка ой собачка лошадка это у нас часто можно встретить вот таких вот лошадочек и поскакал коррекоррек а бай то коррекорр на картера это тоже цыганки цыганочка за за цыганочка череноглаза чарли ну да стопапи уже задолбаюсь его ждать вам не видно вот так люблю просыпаться когда в окно вот так смотрится смотришь вот так открываешь глаза и смотришь в окно прикольно правда просыпаюсь еще раньше вот с открытым окном ну ничего главное что высыпаю все нормально себя чувствую в общем сегодня какой-то день без без как это сказать знаете я не люблю когда у меня все не по плану мои планы рушатся все идет не так как я хочу потом все все идет в общем как это ставь тартерары и поэтому день как-то непонятно весь прошел и влог потом я даже не знаю не помню я снимал что не снимал в принципе знаете туда и сюда бегали чё-то бумаги все такое и толку ничего не сделали как-то странно в общем и устала вроде бы а от чего устала непонятно ну ладно завтра уже воскрывает вторник завтра уже работать выйду завтра у меня тоже день знаете не по плану потому что после обеда мне тоже надо будет работать вот но об этом вы узнаете завтра кто и чего придет ко мне вот съела мандаринку одну такой вкусненький пойду чаю еще себе наверное сделал у нас на улице 16 градусов но так тепло вот знаете так где потому что ветра нет ветра нет и так классно я просто сейчас еще там наверху разбиралась немножечко вот и в ванны я ванну залезла ванну начала намывать в общем трынец как это знаете салфеточка лицо протер и пошел с этой салфеточкой вытирать все на свете так и у меня вот потом наверху там отнесла в общем тоже завтра покажу потому что сегодня уже все там темно в общем вот так вот понедельник день тяжелый если он у вас легкий то пишите в комментариях я жду ваши комментарии чем вы занимались хотя уже у вас то не выходной у меня выходной еще нас воды горячей нету потому что закончилась газ все два баллона завтра привезут мы бы могли бы сегодня с ним е поехать купить ну знаете не хочется что-то таскать там это все те привезут домой все дела вот и ничего не надо пыжиться так что умываться я пойду холодной водой как-то не очень хочется но куда уж деваться то без воды горячей как бы не туды и не сюды как старые добрые времена можно греть это кастрюлю хотя я знаю что и знаете в россии по моему и по щас отключает ну не зимой конечно когда-то там летом по моему на пару недель отключает воду я вот не помню такого чтобы у нас там у меня вот там где жила отключали или отключали ли я уже не помню вообще памяти память то не 9 и вот чтобы две недели без горячей воды трындец какой-то один день и как-то уже до горячей воды нету ладно завтра будет завтра привезут газ и все будет ну а с вами я буду сейчас прощаться всего вам самого лучшего спасибо вам за ваши комментарии за лайки и всем пока пока